Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня я расскажу вам о самых новых и перспективных сортах ремонтантной малины. Все сорта, о которых я сегодня вам расскажу, растут у меня в саду. Итак, первый сорт, о котором я сегодня вам расскажу, это сорт Зюгана. Сорт ремонтантной малины швейцарской селекции. Высота кустов до двух метров. Стебель мощный, покрыт небольшим количеством шипов. Достоинством данного сорта является мощность побегов. Побеги очень мощные и неполегающие, но при большой нагрузке урожаем все-таки рекомендую их подвязывать, чтобы выращивать на шпалере. Ягода у данного сорта очень крупная, плотная, сладкая, малинового, насыщенного вкуса. Ягода транспортабельная, не мнется при перевозке и долго хранится. Вес ягоды 7-9 грамм. Данный сорт является средним по сроку созревания. Ягоды начинают зреть в конце августа, начале сентября. Созревание продолжается до наступления морозов. Данный сорт очень подходит для заморозки, для приготовления варенья, употребления в свежем виде. Про этот сорт не могу сказать ничего плохого. Это один из первых сортов, который появился в моей коллекции. Всем крайне рекомендую посадить у себя на участке данный сорт. Следующий сорт, о котором я сегодня расскажу, сорт ремонтантной малины Химбатоп. Это сорт швейцарской селекции, так же как и Зюгана. Это очень урожайный сорт. С одного куста можно собрать до 6 килограмм свежих ягод. Период созревания очень растянут и тянется до наступления морозов. Ягода довольно крупная, 7-8 грамм. Ягода немного помельче, чем у прошлого сорта Зюгана, но также очень крупная. Сладкая на вкус, пригодна для заморозок, для употребления в свежем виде. В целом это очень неплохой сорт. Побеги не колючие, что упрощает сбор. Единственным минусом данного сорта могу сказать полегание побегов. Без выращивания на шпалерах, либо без подвязки данный сорт не вырастить. Побеги довольно тонкие и гнутся под большим урожаем ягод. Данный сорт я очень рекомендую для пчеловодов. Осенью очень мало цветущих растений, а малина цветет до заморозков. И пчелам есть где брать пыльцу. Третий сорт из моей коллекции – сорт Мопема. Это сорт голландской селекции. Является одним из самых новых и современных сортов. Высота растения примерно полтора метра. При хороших условиях выращивания достигает больших размеров. Куст имеет очень мощные побеги. Шипов практически нет, что упрощает сбор урожая. Побеги очень ветвистые. На каждой ветве множество и множество плодов. Созревание растянутое. Начинается в конце августа и длится до самых морозов. Ягода крупная, блестящая. Вес до 10 грамм. Ягода транспортабельная, а также обладает очень хорошим, приятным, сладким вкусом. Данный сорт рекомендуется выращивать на шпалерах. Без шпалеры ветви полегают и обламываются. Поэтому нужна обязательная подвязка, либо выращивание на шпалерах. Четвертый сорт из моей коллекции. Это сорт итальянской селекции. Сорт Энросадира. Стебли у данного сорта очень мощные. Не склонны к полеганию. В отличие от сорта Мопема, либо от сорта Зюгана. Очень хорошо держат плодовую нагрузку и не полегают. Достоинством сорта является вкус ягод. Ягода очень сладкая и плотная. Годится для употребления в свежем виде, для любых переработках, для любых целей. В общем, данный сорт является средним по сроку созревания. Ягода начинает зреть в конце августа, начало сентября. Но, тем не менее, растение быстро отдает урожай. И даже при неблагоприятных условиях погоды, ягода созревает и не поражается гнилями. Это сорт ремонтантной малины Жаклин. Сорт этот американской селекции. Наверное, это самый мой любимый сорт. Потому что ягода созревает очень рано. Уже в начале августа появляются первые зрелые ягоды. Ягода насыщенно рубинового цвета. Очень-очень сладкая на вкус. Достоинство данного сорта – это раннее созревание ягод и устойчивость к заваливаниям и вредителям. Данный сорт из-за его раннего срока созревания рекомендую для посадки в северо-западном регионе. В Ленинградской области, в частности. Потому что урожай успевает вызреть до наступления морозов. Высота растения – метр пятьдесят, метр семьдесят. У меня пока что оно чуть-чуть ниже. Это первый год посадки. На второй год, думаю, высота будет побольше. И, в принципе, никаких нареканий на данный сорт у меня нет. Надеюсь, данный обзор сортов был для вас полезен. Всем советую посадить у себя в саду ремонтантную малину. И она обязательно порадует вас хорошим урожаем вкусных ягод. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Хороших урожаев и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok